сейчас я ее перелил вот в такую кружку и наглядно можно посмотреть как это смотрится в прозрачной кружке также мы видим что вода грязная на дне кружки взвесь тяжелые металлы понятно что трубы никто не чистит по которым течет вода и это все попадает в нашу водичку так называемую чистую воду из-под крана кипячение конечно не поможет очистить как я уже упомянул ну и в конце видите какая взвесь переходит обратно привет youtube пришел мне вот в такой коробке дистиллятор из китая дистиллятор с алиэкспресс курьером был доставлен до двери чему я очень рад ждал эту посылочку с нетерпением и скажу более того я уже распаковки не будет потому что я его уже распаковал я уже его испытал и есть мне что о нем рассказать лишь покажу что он пришел в такой вот коробочке которая была добротно так упакована которой на дне значит все было хорошо упаковано таким вот пластиком вот все это лежало вот так не стал сразу снимает распаковку только потому что мне его очень хотелось испытать для того чтоб рассказать уже довольно таки более подробно о нем и также здесь все остальное лежало поэтому упаковка была хорошая и все было доставлено лучшем виде ничего не помялось ничего не сломалось значит комплекте самого дистиллятора был естественно сам дистиллятор сама крышка дистиллятора также вот такой вот шнур который подключается в сеть вот такая вот была бутылка бутыль емкость для воды но я ее использовать не стал поскольку это пластик я использую стекло стеклянные банки считаю что пластик не совсем подходящий даже пищевой для этой цели поэтому он у лежит в действенном виде так скажем не использованным также вот к этой емкости имеется вот такая вот крышечка которая значит вот под вот этот носик ставится для воды ну я так понимаю что это для удобства хотя он абсолютно необязателен и не обязательно вот так стыковать и так нормально но все значит капает вода очищенная нормально капает любую емкость значит давайте сейчас перейдем к обзору лишнее уберу емкость уберу она не нужна на и начнем значит самого дистиллятора вот этого который довольно таки емкий здесь сюда входит до 4 литров воды имеется вот такая резко до сюда нужно набирать полному нельзя воду набирать вот до сюда вот чтобы шел процесс конденсации испарения вот все внутри металлическая это нержавейка что очень очень хорошо поскольку и мыть хорошо и сам металл такой подходящий именно для данной цели снаружи это пластик пластик мягкий такой приятный вот и собственно говоря сам дистиллятор от без крышки он довольно таки легкий довольно много веса доставляет сама вот эта крышка значит из чего состоит крышка здесь находится значит давайте сверху посмотрим вентилятор который охлаждает сам змеевик внутри находится змеевик ну скажем остальные трубочки через которые конденсат проходит охлаждение у данным вентилятором и от отсюда вода значит уже стекает в емкость это я дальше покажу покажу как он работает довольно таки нехитрая конструкция и очень довольно таки качественная вода получается действительно хорошая здесь имеется но я так понимаю что вот это вот уплотнитель он пищевой да скорее всего он пищевой ну похож на какую-то резинку хотя это не резинка не знаю что такое но довольно мягкая такой эластичная пластичная очень хорошо закрывает сверху емкость чтобы ничего не просачивалась никакое испарение не проходила не просачивалась очень плотно все это держится и капает лишь вода вот с данного с этого носика подключается это все просто значит нужно вот этот крышечку подключить вот сюда вот сюда вот этот провод который идет к сети подключается вот сюда этот шнур вот таким вот образом вот сюда вернее а крышечка вот подключать сюда ну ее можно любым образом поставить как удобно самое главное чтобы вот этот провод доставал все если сюда налить воды все это подключить в сеть он начнет работать но это естественно покажу как он работает значит здесь имеется также вот такая вот ну это включатель имеется выключатель ему трудно назвать потому что его он не отключает он его лишь включает для того чтобы отключить дистиллятор нужно выдернуть с розетки поэтому вот этот выключатель работает только на включение как ни странно но когда заканчивается вода данной емкости вот здесь вот когда вода полностью заканчивается он отключается сам это очень классная крутая функция поскольку не нужно за ним следить поставили все вода закончилась он сам отключился если же вы хотите отключить его раньше ну например нужно уходить он еще работает то нужно отключать только через сеть почему-то это сделано так этой кнопка вы его не отключите значит что здесь есть еще здесь есть тот его снимать немножко неудобно не буду я его снимать вот здесь вот внутри вот он вот так вот отщелкивается у меня почему-то он как-то сложно снимается не буду его лишний раз дергать находится фильтр с активированным углем то есть просто вот такой вот пакетик внутри активированный уголь и он находится вот здесь внутри помимо того что вода 10 дистиллируется то есть получаем конденсат да вот эти вот испарения она еще и очищается в этом носике активированным углем и это очень хорошо как бы получается дистиллят то есть уже чистая вода еще дополнительно очищается активированным углем что очень очень хорошо его как я уже сказал можно снять поменять ну и так далее дополнительная скажем защита воды вот ну может быть он еще запахи какие-то впитывает и и так далее хотя когда вода конденсируется все тяжелые металлы вся грязь все равно остается внизу по сути так по нему по данному дистиллятору особо сказать больше нечего поскольку он это готовый скажем так сказать готовый продукт для дистилляции воды все основное по нему я рассказал работает от сети 220 вольт 240 можно вот и собственно говоря получаете чистую водичку дистиллирует 1 литр в час вот и в принципе для получения 3-4 литра воды соответственно нужно 3-4 часа работает немножко шумновато но страшного там ничего нет не так уж сильно он и шумит и вот отсюда когда все это дело нагревается снизу внизу тены видимо стоят как у чайника он работает по принципу чайника нагревается вот это дно и вот отсюда идет такой теплый горячий воздух то есть зимой можете даже кухню им обогревать но я шучу но на самом деле вот здесь довольно таки тепло идет долго но 3-4 часа будет работать за 3-4 часа сколько он может тепла вам нагнать правильно правильно как батарейка теплая батарея так ну что друзья значит сейчас я покажу как он работает я его подключу и также покажу вам результат испытания я его испытывал примерно 10 дней и за 10 дней я вам покажу что остается на дне от той воды которую мы наливаем из-под крана вот у меня течет вода из-под крана стакан наливаю вода чистая кажется все хорошо но после 10 дней вы просто не можете себе представить что она оставляет эта вода что попадает наш организм что вызывает многие наши болезни и так далее ну что от слов переходим делу так ну что берем подключаем все наш дистиллятор нет равны я приготовил баночку воду сначала мы наливаем дистиллятор воду вода из-под крана сверху накрываем плотненько крышечкой мясном баночку как я уже сказал я не использую пластиковую бутылку которая идет в комплекте сейчас покажу еще раз вместо вместо вот этой вот пластиковая я использую обычную банку теперь включаем сеть все он должен сейчас нагреться примерно нужно будет подождать 20 минут прежде чем отсюда пойдет водичка поэтому я сейчас отключаюсь как он разогреется я обратно включусь прошло 20 минут вот он работает здесь немножко даже воды уже появилась буквально каплями все это дело накапывает набегает сейчас я уберу поставлю поставлю то что было в комплекте кстати вот крышечка тоже есть вот сюда вот закручивается я не показал сразу но она есть так как они тут предполагали я этим не пользуюсь но для наглядности покажу вот таким вот образом все это должно быть вот носик и сюда водичка капает вот она вода дистиллированная абсолютно чистенькая дальше вы увидите тест который я провел после 10 дней то что воду брал из-под крана из-под крана вода она тоже кажется чистой но на самом деле она не чистая все вот таким вот образом и и оставляете в литр капает два часа вот в эту колбу набирается больше чем трехлитровая банка сюда наливали наливаете грубо говоря допустим 3 литра и все и вот сюда 3 литра она набирается за три часа один литр в час сейчас я наберу вот в эту кружку воды из-под крана какая у нас вода бежит нас бежит абсолютно нормально чистая вода из-под крана а потом вы увидите что после дистиллятора вот от этой воды остается так набираем воду из-под крана вот абсолютно нормальная вода из-под крана прозрачная чистая на первый взгляд кажется вот абсолютно чистая вот а дальше вот увидите после 10 дней вот этого использования дистиллятора что от этой вот воды кажущейся чистой у нас останется на дне данного дистиллятора но такая вот водичка у нас получается с такой взвесью с тяжелыми металлами с грязью то что остается после дистиллята как вы видите водичка довольно грязная вот как раз такую водичку мы с вами пьем даже после кипячения потому что кипячение убивает только микробов но ни капли не очищает в воду сейчас я ее перелил вот в такую кружку и наглядно можно посмотреть как это смотрится в прозрачной кружке также мы видим что вода грязная на дне кружки взвесь тяжелые металлы понятно что трубы никто не чистит по которым течет вода и это все попадает в нашу водичку так называемую чистую воду из-под крана кипячение конечно не поможет очистить как я уже упомянул мы в конце видите какая взвесь переходит обратно наш дистиллятор ну что ребятки показал я как работает дистиллятор сейчас мы будем отключать я покажу что показать капает водичка дистиллированная именно каплями сейчас найдем нашу кнопочку вот видите кнопочка я допустим хочу выключить ведь он не отключается он только включается про что я и говорил никак поэтому нужно просто дергать розеточки и он отключится но как я и говорил что он отключается сам если вода полностью вся израсходуется достаточно воду набрали дальше достаточно просто чтоб вентилятор остановился он сейчас немножко крутится пока все остановился вот там пары очень такие жесткие идут довольно таки горячий сразу открывать не рекомендуется ну по неосторожности можно и руки обжечь ну и долго ждать не надо я обычно жду буквально то минут пять и просто снимаю но можно сразу снять то есть в принципе сейчас я так и сделаю что показать но это так скажем для опытных крышку с ним брать не стоит руки обращал просто сверху так раз видите какой пар идет все и мыть его сразу не обязательно сразу мыть не нужно можно мыть как вы хотите но я вот мою раз скажем буду мыть раз 10 дней потому что сколько бы взвеси внизу не было все равно взвеси тяжелый металл останутся внизу то есть они к вам никак не попадут в вашу чистую воду потому что по конденсат он легкий все тяжелые металлы грязь она более тяжелый останется в любом случае как его помыть помыть достаточно иметь тряпочку тряпочку вот тряпочка и достаточно иметь вот такую вот штуку но и особо там ерзать не надо потому что она будет царапать края достаточно взять пищевую соду тряпочку а уж если где-то какие-то места совсем уж такие черные какие-то накипяченые да скажем так то можно уже вот это чуть-чуть почистить совсем чуть-чуть чистится он довольно таки легко друзья если понравился обзор данного аппарата ставьте лайк и подписывайтесь на канал также будет много чего интересного но особо следите за своим здоровьем потому что здоровье как говорится не купишь человек состоит примерно на 80 процентов из воды постоянно все процессы в организме проходит только благодаря воде без воды человек просто умирает сколько бы он не ел и так далее поэтому такой аппарат заказывайте ссылочки будут под видео самая такая классная цена недорогая такой вот аппарат будет под видео также на некоторые другие хорошие аппараты также будут ссылочки в выбор как говорится за вами металлические аппараты которые снаружи они более дорогие но самое главное чтобы был металл внутри конечно а снаружи собственно и не обязательно вы же его не будете по стене пить или в футболом гонять поэтому вот этот аппарат с пластиком он подешевле а металли он будет подороже всем здоровья пейте чистую воду всем пока хотите сэкономить до 90 процентов на покупках сайта алиэкспресс или других интернет магазинах с помощью кэшбэк сервиса ipn можно сэкономить достаточно приличную сумму денег ссылка на сервис и пн а также на видео с инструкцией в описании под этим видео видео